Всем привет! Моя фамилия Жасупова. Сегодня я буду проводить агитационную работу партии Аллах Казахстан среди друзей и знакомых. Партия Аллах Казахстан является единственной партией оппозиции, поэтому вступайте в наши репети. Именно в этом кафе, который находится в селе Зеринда у нас, будет проходить моя агитационная работа. Именно сюда будут сейчас приходить наши друзья и знакомые. Уже приходят потихоньку наши друзья и знакомые. И сегодня будет у нас чай-питие. Мы будем накапливаться с нашей партией и будем агитировать. И также будем общаться с ними и послушаем их проблемы и проблемы всего района. Девочки, вот я вам всем раздавлю, что вы пить. Это наша партия Аллах Казахстан. Вот вы, мы с вами все ходим в акиматы. Вот мы несколько раз ходили с вашими вопросами, с ядеревым вопросом, с всеми вопросами уходим в эти акиматы. И ни разу мы не получат так, что не особо они нам идут навстречу. Поэтому я долго не думаю, вступила в свою партию. Аллах Казахстан. Вот наша партия. Которая сделала большой резонанс. Начали нас слышать. Вот. Начали нас слышать. Наша партия оппозиционная. Это оппозиционная. Вы знаете, за 30 лет много партий приходило. Они все обещали что-то делать, но ничего особо не делались. Все становились провластными и все такое. Вот сегодня мы вас ознакомываем с нашей партией. Жасар-малу. Повышали. Очень хороших человек. И сайты вы можете посмотреть в интернете. Также вы можете посмотреть отзывы нашей партии. И если у вас появится желание вступить в наши ряды, пожалуйста, мы себя вас приветствуем. Приходите, пишите. Телегамы здесь бывают через каждую индустрию. Но если надо, мы вас можем подключить. У нас много зеленей. Есть на Камчат, да? В Камчатке нас много, много зеленей. Очень много. Панция у нас оппозиционная. Поэтому так как наша акимация... Народная. Самая главная. Народная, да. От народа. Это простые люди. Все в нашем чате, это простые. Вот у вас я в Утюгере. Наша акция, конечно, должна пройти именно в парламент. Это законно. То, что сейчас мы делаем, это все законно. После мы вот таки раздаем, это законно. За это нас никто не собирается арестовать, забрать. Поэтому воркан, говорите своим. Уже хватит. Наши январьские события показали, на что способна наша власть. Сейчас узбеки стали карапассками. Вы знаете, что у нас вводит то же самое повторение одной ситуации, другой, да? Поэтому я думаю, наша власть нам больше ничего не даст. Она уже до того прогнила, до дна. Назаба со своими шайками, бандитами убежали. Кто-то куда-то удрал из тюрьмы. Никто не наказан до сих пор, да? Да. Если когда это... Собь табанжок, он дарил, это... Он, безумно, самому... О, мы сказали, ой, он уберет. О, ой, он уберет, ой, он уберет, ой, он уберет. Вообще все про все, я так говорю. Потому что пришло другое время. И это время не изменить уже, не остановить. То есть назад дороги нет. Правда? Да. И просить обивать пороги. Хватит. Хватит. А давайте мы сами вот это сделаем. Вот мы объединились и решили, если мы за Зеленду не возьмемся, за свою жизнь мы не возьмемся, за наши. Мы волонтеры, да? Бывшие и сейчас волонтеры. Но мы везде ходим, везде все раскрашиваем. Действительно, у нас уже есть. Мы хотим здесь достойно, красиво. Сейчас, не потом. Ваши годы уже 50-60 лет прошли. А везде в 30 лет мы просрали. Мы своим детям ничего не дали, а внукам подавно ничего не дали. Это правда. Мы даже не знаем, что внукам дают. Образование платно. Медицина платно. Верс-прокопки мы платим. Но мы платим все равно платно. Потому что у нас, сами знаете, какая медицина обстала. Вы знаете, какое образование у детей за два года пандемии. Действительно же. Что дети не учатся, дети действительно стали тупыми. И учителя даже не хотят учить, потому что у них тоже нет образования. У них нет таких знаний, которые важны. А чем мы ходим в Казахстан? Я не хочу сравнивать Казахстан со Средней Азией. Но мы должны направляться на Запад, на ведущие страны, на Германию, на Францию, на Англию. Чем мы хуже других? Я и на казахском, и на русском, чтобы все были осуществлены. Чем ты сегодня хуже другого? Чем? У нас одна земля, одна планета. У всех мозги есть. Вот эти мозги теперь надо направить, направить на русло. Надо думать сейчас. Вот наша задача сейчас думать в одном направлении. Сделать так, чтобы нам стало жить хорошо. Еще лучше. И в течение полгода, я думаю, что у нас будут большие изменения. И вот это только благодаря нашей партии Азахстане-Теруй. Потому что здесь именно наружной партии именно халк. Халк шаглана. Хараквайм халк на протестах. Суму, льдам, закидка, закидка, закидка. Суму, аллах. Суму, аллах. Ну... Продолжение следует...